Добрый вечер. Меня зовут Сергей Коваль. Я, скажем так, раньше не совсем программировал на питоне, теперь программирую на питоне. И хочу предоставить несколько проектам, которым занималось в течение последнего года. Первый проектик — это будет Flask Admin. То есть сегодня Flasky уже рассказывали. Flask Admin — это просто некая библиотечка, которая позволяет строить административный интерфейс. Основная цель, которую я ставил для себя для создания этой библиотеки, это простота, расширяемость, а также большое количество батареек, чтобы не надо было писать что-то, что потребуется для разработки админки самостоятельно. На текущий момент в Flask Admin есть несколько батареек. Это некий foundation framework, собственно, сверху которого строится админка. Есть крут для моделей, для двух бэкендов. Это SQL Alchemy и PV. Кроме этого планируется Mongo. А также маленькая такая простенькая файл админка. Она больше как пример показана, что админка не должна ограничиваться крудом для моделей. То есть я, например, захочу положить какую-нибудь статистику в админку или что-нибудь еще. Я не хочу хакать админку, которая завязана на круд, чтобы она делала что-то еще за пределами этого. Ох, обалденно. Значит, если кто не видит код, идея состоит… Да. Прошу прощения. Вот. Собственно, идея админки очень простая. У нас есть класс. У класса есть view методы. Это, грубо говоря, как view функции, только они находятся внутри класса. И данный класс реализует один маленький кусочек админки, который можно подключить, собственно, к фреймворку. В данном примере у нас просто две view. Одна индекс view, которая как типа default, грубо говоря. А вторая – это просто дополнительная какая-то view. Дальше мы подключаем к нашим админке и получаем что-то типа такого. То есть получается меню с каким-то отображением. Это просто пример, то есть как с помощью такой вот простой вроде бы концепции построить админку. Что такое CRUD для модельки? Это create… Да, read, update, delete. Грубо говоря, можно взять четыре view метода, которые реализуют каждую из этих операций. На вход конструктора данного класса передаем модель, происходит скафолдинг, и эти методы знают как себя рисовать. Поверх этого всего мы, собственно, строим админку, которая выглядит примерно вот так. Это Lisequel Alchemy пример. То есть что умеет CRUD, как из коробки? Она настраиваемая, а-ля Django. То есть там можно какие колонки показывать, какие фильтры доступны и тому подобное. Несколько бэкендов, сортировка, фильтры. В общем, все поддерживается. В будущем, ну, MongoDB. Крут, там еще дополнительные улучшения будут идти. Посмотреть можно на GitHub. Вторая часть — Sock.js Tornado. Тоже мой проект. Во-первых, что такое Socket.io, Sock.js и все такое? Это polyfill для замены веб-сокетов для браузеров, которые их не поддерживают. Старая версия для ИЕ и тому подобного. Самый популярный и известный проект — это Socket.io. Но с ним есть несколько больших проблем. Во-первых, он ненадежный. Он не работает в опере. Вообще не работает в опере. То есть он там просто где-то exception внутри валится, и тикет уже открыт где-то год, его даже никто не смотрит. Это не проблема, если большинство ваших пользователей, они не на опере. Но, к сожалению, очень часто приходят какие-нибудь там, типа, письма, почему я не могу пользоваться вашим веб-сайтом. Ну, как пример. Socket.io плохо работает с антивирусами. Конечно, сейчас ситуация сильно улучшилась, но под Windows большинство антивирусов ставит прокси, которые автоматически предуправляют весь HTTP-трафик на себя. И эта прокси, она, к сожалению, не сильно compliant с HTTP-протоколом. И они там начинают просто жуткое поведение, особенно когда происходит что-то нестандартное, типа веб-сокетах. Она очень плохо работает с фаерволами. То есть она не может откатиться на fullback-транспорт, скажем, там какой-нибудь polling или forever iframe, если есть фаервол. И, грубо говоря, есть такая штука, как флэш-транспорт, которая, ну там, флэш-сокет-лайбери, которая скорее не работает, чем работает, потому что во флэше хоть и можно открыть сокетовское соединение, но там начинаются проверки, можно ли к этому серверу за коннектис, это порт 843. Для порта 843 нужно иметь рутовые права в Unix-системах либо ввести какую-то там свою примочку, которая будет говорить, что да, действительно можно законнектиться. В общем, она создает больше проблем, чем решает. Дальше. Socket.io не тестирован. То есть нет юнитестов, нет протокол тестов, ничего нет. Оно написано, оно работает в лабораторных условиях, в real world использовать нельзя. Плохая документация для протокола означает, что все реализации сокета.io, которые не нативные, то есть там сокет.io.node, и они, грубо говоря, они скорее работают в большинстве случаев, но не покрывают все возможные там какие-то кейсы, которые покрывают сокета.io.node. И эти кейсы неизвестны, если просто не залезть в реализацию этого сокета.io на ноде и посмотреть, что они делают. Ну и, грубо говоря, у них в документации по протоколу есть там заявленная функциональность, которая даже не реализована в их собственном родном сокета.io клиенте и сервере. Дальше. Проблема с поддержкой. Socket.io.node, это главный реализатор сокета.io. Если откроете трекер, то есть на гитхабе не лежат, 348 открытых тикетов, там есть просто эпические такие комментарии, когда, точнее эпические баги, например, с рейс кондичном связаны, когда клиент начинает долбить сервер до тех пор, пока сервер не упадет. То есть это DOS, просто DOS. Причем не имеет значения, на каком языке написан сервер. Просто клиент положит сервер. Все. Condition, по которому это происходит, неизвестен. Есть предположения, но в течение полутора лет никто его не исправил. Вот баг. Там ветка такая, наверное, на сто с копейками комментариев, там уже и что, что пытались. Там не помогает. С клиентом те же самые проблемы. Очень много третий дефектов, никто их не смотрит. И создатель, он больше занимается, скажем так, презентацией нот. Он там книгу написал по нот.js, но он не занимается проектом. И четвертая проблема сокет.io, то что у него свой API. Если вы начинаете использовать сокет.io, то у вас происходит завязка на их API. Соответственно, если вы хотите отказаться от сокет.io, вам придется переписывать ваш код. И кода много. Ну и есть такая штука, как сок.js. сок.js – это маленькая библиотека. Она эмулирует в сокет API. Она ничего делает больше, кроме, грубо говоря, onopen, onmessage и onclose. Все. С точки зрения клиентского кода на JavaScript, вы используете сокет.js класс, ну как объект, грубо говоря, вместо вебсокет объекта, и все, у вас все работает. С серверной стороны есть поддержка под все известные, ну, скажем так, большинство известных фреймворков, языков программирования и тому подобного. Значит, с точки зрения, ну, я уже сказал, это сокет-обджект, меньше зависимость на вендорах. Понятное дело, что серверную часть придется менять, если вы откажете сокет.js. Но это намного меньше работы, чем отказываться от более высокоуровневого сокета.io API. Значит, сокет.js написан правильно. Правильно, в том числе, что это как бы там тест-драйвер-девелопмент, все протокол-тесты описаны там, скажем так, автор какое-то отношение к питону имел, хоть он больше на Ирланге программирует. Но все покрыто тестами, все серверные реализации сок.js должны проходить тесты. Соответственно, можно четко сказать, что вот этот сервер, скажем, сок.js, там, gvent, он реализует полностью протокол или не реализует? Это легко проверить. И, кроме этого, сам автор тестирует, есть такой сервис, когда можно свое приложение, ну, там, на JavaScript, предположим, протестировать в разных браузерах. Это происходит автоматически. Там какая-то денежка платится, и оно просто в автоматическом режиме прогоняет кьюни-тесты. Это JavaScript такой маленький фреймворк. И сразу ясно, что там в E6 поддержка, там, все поддерживается, кроме этого, там, в Chrome все работает, и тому подобное. Автор проверял почти, скажем так, работу клиентской части сок.js почти в этих браузерах, которые сейчас есть. Более-менее. Даже включая E6. Сервер есть под почти во все. Некоторые сервера больше, то есть поддерживают полностью протокол. Некоторые хуже, скажем, там, под JViant его так и не допилили по каким-то причинам. Собственно, я мейнтейнер сук.js Тронада. Я его и написал. Он быстрый. Я когда писал, бенчмарк, сравнивал. Он на PayPay оказывается раза в три быстрее, чем Node.js. К сожалению, GVent на PayPay запустить нельзя. Поэтому нельзя сравнить, как оно будет с гринлинтами. Реализации подки не будет, ивент лета нету. Так что с гринлинтами сравнить не могу. Спасибо. Посмотреть можно здесь. Спасибо. Спасибо.